В эфире новости. Меня зовут Фатима Буталибова. И вот некоторые темы выпуска. После завершения общестроительных работ не можем детей пустить в школу или детский сад. Это позор. Причем прежде всего тех руководителей муниципалитетов, на чьей территории это происходит. Кто не успеет, тот и виноват будет. Сергей Меликов потребовал от ответственных за капремонт в школах соблюдение графика сдачи работы. Теперь и рыбный. Махачкала проведет еще один фестиваль. Три дня на берегу озера Акгель. Горожан ждет развлекательная программа. Подробности в выпуске. Очень вкусно. Есть такое место на земле, где каждый сад цветущий самый. О том, как трудолюбивые черкейцы вывели собственный сорт персиков, расскажут наши корреспонденты. Нокаут в первом раунде. Магомед Мадьев одержал победу в реванше над Евгением Терентьевым. Долгий и нудный капремонт в дагестанских школах должен быть завершен к 1 сентября. Об этом заявил на совещании в правительстве Сергей Меликов. По словам главы Дагестана, с теми, кто не успеет, разговор будет коротким. Как выяснилось в ходе обсуждений, риск не успеть до начала учебного года все же есть. В продолжении темы сюжет Лорианы Шамхалаевой. Успеем или нет, вот в чем вопрос. Капитальный ремонт, который проводится в 210 школах республики, идет с отставанием от графика. Наряду с образовательными учреждениями, где работы практически завершены, есть и проблемные объекты. По словам главы Дагестана Сергея Меликова, церемонится с теми, кто тянет, никто не будет. Каждый глава муниципалитета, я уже об этом говорил неоднократно, начиная с ноября прошлого года, несет, повторяю, персональную ответственность. Не только за своевременное завершение работ, но и их качество. Потому что если с тем качеством, которое я видел по ремонту школы в Ахтынском районе, вы догоните или нагоните какие-то параметры, вы все равно будете продолжать нести персональную ответственность за то, с каким качеством эти работы проводятся. Кроме того, что мы должны завершить общестроительные работы, мы должны еще провести работы по комплектованию, в том числе ряд школ уже новым оборудованием, так, Ехьягами. Новые школы – это не только просторные классы и комфорт, но еще и ликвидация трехсменки. Именно для решения этой проблемы в регионе введут в строй 58 объектов образования. И только четыре школы приступят к работе уже 1 сентября, остальные – до конца года. Но есть риск, что не все подрядчики успеют. У нас есть ряд проблемных объектов, где строительная готовность сейчас 60% и ниже. И мы понимаем, что, учитывая количество мест, которые должны быть созданы, это объекты, которые находятся в политической зоне. Основные причины, которые сегодня у нас являются, да, в той или иной степени, скажем так, тормозят процессы по этим объектам, это была единственная причина. У нас много лет обсуждалось, наверное, с их начала, что не очень корректные проекты, но по многим проектам не были внесены корректировки. Когда мы пошли на пересчет по 13-15, у нас в сметах, помимо самого пересчета угрожания, возникали еще и корректировки, которые происходили. А это неверно, это не соответствует притонике. Министр образования Ихья Бучаев на каждом совещании озвучивает темпы капремонта школ в городах и районах республики. Минобор следит за ситуацией почти в режиме онлайн. Подрядчиков и муниципалитеты сначала просили, потом требовали, теперь еще надо и подгонять. На 75 объектах общий процент готовности на сегодня составляет до 79%, и по 90 объектам работы проводятся в срок, либо с опережением срока, установленных планом, графиком, и процент готовности составляет от 79% до 99%. На пяти объектах, которые перечислили региональную мощь, полностью завершена работа по капитальному ремонту. Также в рамках проведения модернизации школьной системы образования предусмотрено обновление школьной инфраструктуры, оснастив современным оборудованием мебели. Немало проблем и с лицензированием новых образовательных учреждений. То есть завершение в сроке ремонта не означает ввод объекта в эксплуатацию. Пять объектов уже у нас отлицензированы, даже два объекта уже открыли, поспешили к главному муниципалитету образования торжественно. А так все 19 объектов, дети пойдут в эти четыре школы и дошкольные образовательные учреждения в первом сентябре. Контрольные органы уже давали рекомендации о внесении тех изменений по праву, которые в последующем сократят срок лицензирования и приема этого объекта для окончательной эксплуатации. И это тоже работа муниципальных образований. Это работа глав ваших заместителей и начальников управления образованием. По полтора года мы после завершения общестроительных работ не можем детей пустить в школу или детский сад. Это позор. Причем прежде всего тех руководителей муниципалитетов, на чьей территории это происходит. Поговорили на совещании и об итогах детской оздоровительной кампании, которыми глава Дагестана остался недоволен. По словам Сергея Меликова, в регионе, где полмиллиона детей школьного возраста, 96 лагерей отдыха – это слишком мало. Ларьяна Шемхалаева, Мурат Бикбарзов, Новости ННТ, Махачкала. В Хасавюрте спасатели помогли тяжело больному человеку, который оказался в заложниках у собственной квартиры. Сигнал поступил от местной жительницы с улицы Грозненской. Прибыв на место, спасатели решили проникнуть в помещение через окно, так как квартира находилась на втором этаже. Дверь работникам МЧС удалось вскрыть, обеспечив проход и доступ близких к больному. Дагестанский таможенник вместе со специалистами Россельхознадзора предотвратили импорт более 500 тонн растениеводческой продукции. Карантинные объекты были найдены во фруктах и овощах, поставляемых в Россию из Азербайджана, Ирана, Турции и Грузии. В числе запретной продукции оказалось 27 товарных партий. Среди них томаты, свежие, персики, нектарины, черешни и слива. В продукции в ходе проверки специалистами была выявлена южноамериканская томатная моль. Принято решение о возврате грузов в страны-экспортеры. Ремонтные работы завершаются на дворовой территории по улице Абдуразака Шахбанова в Махачкале. Во дворе дома номер 18 благоустройство не проводилось несколько десятилетий. Подрядная организация усилена подпорная стена с внешней стороны дома. Уложено асфальтобетонное покрытие во дворе и на подъездах к дому. Ремонт проводится также в подъездах. По словам сотрудников городского ЖКХ, работу планируют завершить уже к концу августа. Согласно федеральной программе формирования комфортной городской среды, на 2022 год в городе Махачкала предусмотрено благоустройство 23 дворовых и семи общественных территорий. На сегодняшний день работы во всех 23 дворовых территориях начаты. Близятся к завершению работы на сегодняшний день в пяти дворовых территориях. На данный момент мы находимся в дворовой территории микрорайона Наочный городок Абдуразака Шахбанова, 18. На сегодняшний день здесь завершены работы по установке бордюрного камня, поребрик, укладке тротуарной плитки, резиновой плитки под детским игровым оборудованием. Проведены работы по укладке асфальтобетонного покрытия, установлено дворовое освещение, установлено детское игровое оборудование. Также планируется в последующем установить скамейки, урны и беседку. Теперь и рыбные. Вслед за фестивалем кофе и уличной еды в столице республики пройдет рыбный фестиваль. Мероприятие планируется провести 9, 10 и 11 сентября у озера Агель. Об этом говорили на совещании под руководством мэра города Салмана Дадаева. Участниками фестиваля под названием «Рыбные дары России» станут представители городов Астрахани, Ростов-на-Дону, Избербаш, Дербент и поселка Сулак. В рамках этого фестиваля проработать кроме логистики по продаже рыбы и доведению до потребителя, посмотреть еще другие вопросы по сотрудничеству, по науке, потому что Росрыбоводство очень хорошая наука. Когда возникал вопрос по Агелю, мы Астраханский Нирх привлекали, очень сильно они нам помогли. Другие вопросы у нас есть в рамках этого фестиваля, мы можем обсудить проблему и Чикольских озер. Но конкретно в Махачкале это будет полезно. Это будет полезно для махачкалинцев, это будет полезно для махачкалинцев-потребителей, для махачкалинцев-производителей, для махачкалинцев-бизнеса, который у нас занимается рыбной тематикой для того, чтобы привлечь дополнительные виды рыбной продукции. Кроме возможности приобрести морепродукты, гостей фестиваля ждет развлекательная программа с участием городских и республиканских коллективов. Сейчас краткий обзор новостей с Хамзой Нурмагомедовым, затем продолжим. Проект по исламскому банкингу запустят в Дагестане и Чечне. Это связано с вероисповеданием местных жителей. Как известно, религия ислам запрещает мусульманам сужать деньги или брать их под проценты. Разработкой проекта занимается Центробанк России. Услугами в регионах смогут воспользоваться в следующем году. На дорогах Дагестана снова трагедия. Накануне вечером крупное ДТП с участием четырех машин произошло в Кайкенском районе. Два человека погибли, еще трое пострадали. Авария произошла по вине водителя, который, управляя автомобилем «Десятка», выехал на полосу встречного движения. Это привело к столкновению с «Ладо Гранта» и «Приорой». «Приора», в свою очередь, влетела в «Митсубиши». В результате водитель «Десятки», которому было 49 лет, и его 14-летний пассажир, скончались на месте. Пострадавших доставили в больницу. Более килограмма марихуаны сотрудники полиции обнаружили в Рутульском районе. Наркотики были упакованы в коробки с розовыми шариками, сердечками, кружевными бантиками, а также мешок, обернутый в подарочную бумагу. На местного жителя возбуждено уголовное дело. Молодой парень утонул в селе Черкей-Буйнакского района. Он нырнул в воду, прыгнул с дамбы ГЭСа, однако выбраться обратно уже не сумел. Об этом сообщила пресс-служба администрации района. Она же напоминает об опасности купания в этом водоеме. На некоторых участках он может оказаться слишком глубоким или, наоборот, слишком мелким, что чревато последствиями для любителей нырять. В селении Черкей-Буйнакского района цветущие сады вдоль самого крупного водохранилища Северного Кавказа возделываются годами. Это основное занятие местных жителей. Труд на своей земле щедро вознаграждается самой природой, дарящей сочные плоды. Особенно прижились там персики, и у садоводов села даже есть свой собственный сорт. Все подробности у Патимат Ханаповой. Плодовых деревьев в селе очень много. Одни только персиковые занимают порядка 300 гектаров, а вазами садового дела в Черкее владеют практически все. Навыки и умения передаются с поколения по поколению. Здесь сложно найти семью, у которой нет собственного сада. У нас растет хороший вкусный запах, хороший персик. Можно прийти за персиком в Черкее. И всегда мы рады ждем вас. Золотистый, красивый, сочный, хороший персик. Пашата Бакарва занимается садоводством самой юности. Десятки соток зеленой гордости – дело ее рук. А вот Суркай Гаджиев по специальности инженер-механик. Но это не помешало мужчине превратить землю, которая досталась ему по наследству в цветущий плодовый рай. Раньше я занимался, одновременно совмещал эту работу с работой на производстве. А потом лет 30 уже как я занимаюсь именно этим, этой работой. А кто вы по специальности? По специальности? Я по специальности инженер-механик. Окончил Ростовский железнодорожный институт. Сочные, нежно-балокнистые и ароматные здесь возделывают разнообразные сорта персика. Наиболее популярный – золотой юбилей. Ему конкуренцию заставляет местный сорт Хаджи Микир, которого черкейцы называют королем персикового сада. Вот, например, сорт Хаджи. Это тоже сорт Хаджи. Есть золотой юбилей. Здесь находится яблочный сорт. Все сорта разные. У каждого свой специфический вкус. Особенно славится вот этот персик. Аромат незабываемый. Вот он любитель рынка, можно сказать. Любимец рынка. Самый крупный – вот персик Хаджи. Вот именно этот персик является, можно сказать, королевой базара. Вот эти персики. У нас Хаджи-персик – это как визитная карточка наших садов. Вот в данный момент я собираю, и у меня в моих руках представитель Хаджи-персик. Это ранний Хаджи-персик. Они чем отличаются? У них очень маленькая косточка, большая объемная мясистая мякоть, крупная. И, кроме того, они имеют свой специфический вкус. Это все знают. А почему Хаджи называется? Почему? Просто этот человек, кто его зовет, первым, кто его зовет в наше село, его звали Хаджи. Но какой Хаджи, мы не знаем. Об этом идут разные дискуссии. В урожайную пору сюда приезжают оптовые покупатели из разных городов республики и других регионов страны. Любят черкесские персики и туристы, приезжающие на Сувлакский каньон. Очень вкусно. Вегетанские персики самые вкусные. Спасибо, очень настоящее. Сосливо ехать. Спасибо большое. В этом году особенно много туристов, которые приезжают на каньон. И они подходят, спрашивают про разные сорта. Мы предлагаем, пробуют. Берут они, конечно, понемногу, но каждый раз восхищаются ароматом и вкусом наших персиков. А какой сорт обычно туристам нравится? Туристам нравится отделяющийся сорт Латой юбилей. Хаджи метлир. Согласно данным Всероссийское сельскохозяйство, на переписи в Дагестане имеется порядка двух тысяч гектаров персиковых садов. Большая их часть сосредоточена в личных подсобных хозяйствах. Значительные площади персиковых садов расположены в Гиргебельском, Онсукульском, Сулейманстальском, Буйнакском районах. В настоящее время в республике продолжается уборка урожая, пока собрано около четырех тысяч тонн. Батиман Канапова, Мурат Гебарзов, Новости ННТ, Буйнакский район. Спортивный фестиваль памяти героя России Магомеда Нурбагандова провели в детском лагере Данка. Его участниками стали дети, прибывающие в лагерях Буйнакского района. Юные спортсмены состязались в прыжках с места, подтягивании на перекладине, отжимании от пола, а также в перетягивании каната. Нормативы общей физической подготовки у них принимали замминистра спорта республики, олимпийский чемпион по боксу Гайдарбек Гайдарбеков и начальник управления Минспорта Халидбек Махачев. Поздравить детей со спортивным праздником и пожелать им хорошего отдыха в лагере пришел и депутат Государственной думы, отец Магомеда Нурбагантова, Нурбаганд Нурбагантов. Победители и призеры фестиваля были награждены медалями и кубками соответствующих степеней. Ребята, вы здесь 20 дней отдохнули, крепили свое здоровье, познакомились, приобрели очень много для себя друзей, с которыми вы в последующей жизни будете писать, созваливаться, встречаться. И потом вы будете поступать в вещи учебные заведения, технику, и там будете вы вместе учиться и встречаться. Спортивный праздник, он всегда хорошо. Почему? Потому что ребята развиваются, они получают удовольствие с этого, знакомятся, разные лагеря сюда приехали, для того, чтобы участвовать на этом мероприятии. Я думаю, что только позитивное, только спортивное, только физическое здоровье – это самое лучшее, что гоните сегодня. Нокаут в первом раунде. Магомед Мадив одержал победу в реванше над Евгением Терентьевым. Поединок средневеса возглавлял турнир Лиги Правда в Дзербенте и завершился в стартовой трехминутке. Сначала дагестанский боксер отправил своего соперника в нокдаун мощным правым боковым, а затем пошел на добивание и поразил голову Терентьева еще одним сильным апперкотом. После этого рефери тут же остановил бой. Для Мадива эта победа стала уже 16-й в карьере. В со-главном бою вечера победу нокаутом также в первом раунде одержал еще один дагестанец Дауд Кельбиханов, который нокаутировал ургвайца Луиса Тоби-Онгулу. Смотрите новости также на Яндекс.Дзен и ВКонтакте. Я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...